Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе, Дневник Казачки. У меня две новых сковородки. Вот это блинница, 950 рублей, фирмы Биол. Это украинское производство. Вот эта чугунная сковородка выпускается в Нижнем Новгороде. Блиница весит 1,350 кг вместе с ручкой. Вот эта сковородка весит 1,750 кг на ощупь. Они очень тяжелые. Купила я их совсем недавно, ни разу не использовала. И перед первым использованием чугунную посуду нужно подготовить. Для того, чтобы подготовить чугунные сковородки к использованию, для того, чтобы здесь образовался такой скользкий, однородный слой, чтобы блины не прилипали, и чтобы здесь то, что мы будем готовить, хорошо отлипало, мы должны сковородки прокалить на огне, либо в духовке. Я буду калить на огне, потому что у них ручки. Для того, чтобы прокалить, засыпаем обе сковородки солью и ставим на открытый медленный огонь на 2-3 часа. Соль вот так распределяем по краям. И будем прокаливать сковородки солью до тех пор, пока соль не изменит свой цвет. Сначала с наших сковородок будет выделяться дым, нагар. Я вам показываю, как это происходило. Я это знаю точно, потому что на самом деле я эти сковородки солью уже прокалила. Калила я их несколько часов. Сейчас покажу, какой вид приобрела моя соль. Соль стала иметь вот такой вид. Она немного потемнела. Интересно, что ручка вот у этой украинской сковородки нагревается меньше, чем у той. Та ручка была горячее, но не до такой степени, чтобы нельзя было браться за нее вот так рукой без тряпки. После того, как я прокалила сковородки солью, соль я ссыпала. Сковородки помыла и вытерла тряпкой. Вопрос, какая цель преследуется, когда сковородки новые чугунные прокаливаются с солью. Соль выступает адсорбентом и всасывает в себя остатки масла и заводской смазки, которые, возможно, могут быть на сковородке. А также она выступает катализатором процессов, если нужно убрать со сковородки ржавчину. Это я прочитала в интернете. Самое интересное, что ручки, кстати, у этих сковородок, у обеих откручиваются. Вот так. То есть, вот смотрите, из чего они состоят. Вот. Ручки можно снять. Кстати говоря, это подсказали мне зрители, я бы сама не догадалась. То есть, вот эту посуду, сковородку можно поставить в любую духовку. У этой сковородки ручка тоже откручивается. Вот таким образом. Это важно, потому что чугунную посуду можно ставить даже в русскую печку. Снимается. Вот это тоже можно открутить. Для этого нужен, наверное, ключ. Я дальше не буду откручивать, потому что мне это не нужно. То есть, имейте в виду, когда делают чугунную посуду, это цельное литье, естественно, отливается. Все это без ручек, а ручки прикручиваются потом. То есть, их можно снять. Дальнейшие наши действия. Я беру натуральное льняное масло. Смазываю хорошо сковородку и наливаю тонкий слой масла на донышко и ставлю опять на огонь на 1-2 часа. После такой обработки чугунная посуда должна приобрести антиприлипающие свойства. Мы их обязательно проверим. Так, наливаем тонкий слой масла сюда также. Естественно, снаружи смазывать не надо, но краешки я все-таки помазала, особенно у блинницы. Льняное масло имеет специфический запах. Стоит блинница 950 рублей. Эта сковорода стоит 1200. Так, на слабом огне мы обжигаем сковородки несколько часов. Прошло 2 часа, мои сковородки колились 2 часа. Честно скажу, запах, конечно, стоял не очень. Когда масло начало гореть, запах он был еще тот. Если есть вытяжка, обязательно включайте. Если есть место, где можно это отжечь, типа ни в квартире, ни в доме, то воспользуйтесь этой ситуацией. Но не так, чтобы это прям невозможно было выветрить, но запах не очень приятный. За это время мне написали много комментариев, что вот эта блинница украинского производства, Биол, не очень. Говорят, чугун у них не очень. Я, конечно, расстроилась, поэтому сейчас начнем проверять сковородку именно с нее. Масло нужно вылить, сковородки промыть, обтереть тряпкой, ну и пробовать на них что-то приготовить. Первые два блина комом. Вот обычный нож. Это чугуном, я так обращаюсь. Ну, а здесь, конечно, лопаточкой. Приходится. В общем, нормально. Моя блиница показывает себя хорошо. Не знаю, те комментарии, которые мне писали про плохое качество украинского чугуна, я пока не заметила. Может быть, конечно, они в процессе эксплуатации себя проявят. Но пока, как вы видите, все нормально. Блин переворачивается ножом, сковородку я не смазываю. В тесте есть растительное масло. Все отлично. Ну, на этом всем пока.